Привет и добро пожаловать! Это демо решения задачи развертывания приложения из предыдущей лекции. Перед тобой одно из решений, которое проверяет моя система тестирования. Они могут быть разные, под разные варианты сетапа с помощью Ansible. Поэтому здесь я покажу, как это сделал я. То есть вот это решение моя система гарантированно будет валидировать. Я в нашей среде перехожу в ссылку на экзамен, жду загрузки. Ок, все готово. Итак, я нахожусь на Ansible контроллере под пользователем Moon. Открываю обучающий модуль и начинаю задание. Первый чекпоинт это установка гита, создание папки проекта в домашней директории пользователя Moon и установка требуемой коллекции Ansible. Я проверю, где я нахожусь с помощью команды pwd. Я в домашней директории пользователя Moon. Создам папку wholemoonproject. Далее надо поставить гит sudo install dash y git. Требует пароль, его можно посмотреть в разделе wiki сайта. Я открою веб страницу и посмотрю там. Скопирую, это будет селена. Перехожу обратно в терминал, ввожу. Ок. Я забыл добавить команду yam. Поправлю это. Пока гит ставится, я скопирую название нужной мне коллекции. Теперь сделаю Ansible Galaxy Collection Install Community General. Дождусь конца установки и проверю в модуле. Этот шаг пройден. Следующий шаг установка в систему ролей. Предлагается поставить одну роль из Ansible Galaxy, а две другие скачав из гитхаба. Делаю Ansible Galaxy Install и копирую название роли из обучающего модуля. Это Rotora Cloud MySQL Row. Роль ставится. И в выводе есть ссылка на репозиторий кода, откуда эта роль. Это мой гитхаб и там же лежат остальные роли. Поэтому я скопирую этот адрес на будущее. Теперь у меня в системе есть роль из Galaxy. Но для локальных ролей перед клонированием мне нужно создать папку Rose в каталоге проекта. Делаю mkdirrows и перейду туда. Пишу git-клон, далее вставляю URL моих репо на гитхабе, а далее скопирую название репозиториев из вопросов. Ссылки на эти ресурсы есть также в презентации и видео. Добавлю в конце точка git и склонирую. То же самое сделаю и со второй ролью. Делаю ls, обе папки с ролями на месте. Делаю проверку в обучающем модуле. Все в порядке. Теперь задача написать свою собственную роль, которая настроит Firewall D. Эта роль должна определенным образом называться. Скопирую это название. Для создания скелета роли вызову команду Ansible Galaxy init firewall one server deploy в каталоге Rose проекта. Как видишь тут появилась новая папка. В видео с заданием я давал список команд необходимых для этой роли. Итак, я начну писать задания для этой роли. Делаю v firewall one server deploy slash task slash main.eml, чтобы открыть этот файл в текстовом редакторе. Первый task поставить Firewall D в систему. Воспользуюсь модулем Package. Этот модуль занимается тем, что в зависимости от семейства OS отдает инструкции, которые я ему укажу, ответственному модулю за управление пакетами. В моем случае, коль скоро на управляемой машине CentOS, он передаст это модулю YAM. Но мне не надо об этом беспокоиться. Я просто укажу, чтобы он установил Firewall D. Далее позабочусь о том, чтобы служба была запущена и загружалась вместе с сервером. В этом мне помогает модуль Service. Теперь напишу инструкции на открытие порта 80, это порт HTTP, и порта 3306, это порт MySQL. Последний task мне в общем-то и не нужен, потому что мы ставим все на один сервер, но если серверов будет два, то это потребуется. Сохраняю. Перехожу в обучающий модуль и проверяю. Его все устроило. Теперь очередь инвентари. Спецификации серверов, паролей доступны в лекции и в разделе wiki. Выйду из папки rows обратно в project. Файл инвентари мне требуется создать в корневой папке проекта. Делаю v-инвентари. Elias будет APP, это требование задания. Ansible host будет APP 01. Теперь Ansible user. В вопросе об этом ничего не сказано. Перейду в wiki и посмотрю пользователя для хоста APP 01. Это пользователь Mercury, а пароль его, Hermes. Вернусь в редактор и продолжу с этими новыми знаниями. Допишу пользователя и SSH пароль. Следующий важный момент обеспечить connectivity между хостами. Как это проверить я уже показывал в ранних демо. А для нашего сетапа нужно отключить проверку ключей Vansible KFG. Или руками сходить на хост APP 01 и заверить fingerprint. Также есть еще возможности. Вот здесь я воспользуюсь параметром, который добавит аргумент командной строки. Vansible SSH common args. Я добавлю dash all strict host kchecking равно no. Сохраню, сделаю cat. Вроде окей, проверю в портале. Ругается, что что-то не то со связью. Снова надо проверить инвентарь. Да, так и есть. В параметре strict host kchecking я потерял слово k. Вот теперь окей. Проверяю, тест проходит. Следующая стадия создания плейбука. Требования к нему даны справа. Сделаю vplaybook.iml. Итак, я начинаю плей. Его имя deploy.app. Hosts будут APP. Запускают только на сервере приложений. Become. Ставлю в yes. Мне нужно действовать от суперюзера для установки программ. Далее, под vars я запишу переменные, которые обязательны. Как об этом я говорил на видео. Это переменные db name, mysql username, mysql user password. Эти переменные переопределяют дефолтные значения, которые используются в ролях. Также, mysql переменные должны быть единые для нескольких ролей. Чтобы mysql могла создать базу с паролем. А роль, которая разворачивает приложение, смогла пронициализировать его этим паролем. Далее, мне нужно еще определить переменную с репозиторием, где лежит приложение. Скопирую название этой переменной. Это git repo. Иду на свой гитхаб, найду там этот репозиторий и скопирую URL для его клонирования. Теперь вставлю его как значение переменной git repo. Осталось только подключить наши роли. Я просто скопирую их название из спецификации вопросов обучающего модуля. Чтобы все сработало хорошо, нужно выполнять роли в том порядке, которым я показал на видео. Сохраню и проверю. Все верно, а это значит, что можно запустить плейбук. Делаю Ansible Playbook, Playbook YAML, Dash-i Inventory. Пока выполняется плейбук, можно познакомиться с приложением. В репозитории описано, как его запустить вручную. Это достаточно муторный процесс. Потому что стек достаточно громоздкий, тяжелый и неповоротный. Там же лежат остальные роли, можешь их посмотреть, если есть желание. Открою окно с 80-м портом нашего хоста. На нем ничего нет. Так вот, если все получится, то в конце здесь будет наш сайт. Осталось дождаться исполнения плейбука. Это достаточно долго. И вот тут есть момент с моим тестовым окружением, который меня беспокоит. Моя тестовая площадка выделяет не очень большое количество вычислительных ресурсов. И развертывание, подобное этому, может быть медленным. Как я посмотрел, в среднем от 8 до 15 минут. И за этим скрываются проблемы. Давай дождемся окончания. Я объясню, что я имею в виду. Как видишь, все окей и сайт поднялся. Это значит, что все сделано верно. Ну, если все было сделано действительно через Ansible, а не с ручным управлением. Через SSH. Окей. Для проверки у меня написан сценарий, который разрушает стек. А потом его снова собирает, запуская созданный тобой ранее плейбук. Для того, чтобы это запустить, после того, как сайт поднялся, я нажму кнопку проверки, и все будет разрушено и снова поднято. Немного подожду, и как видишь, сайт лег. Это значит, что все разрушилось. Вот здесь скрывается проблема. На платформе катакода я ограничен длительностью запроса в 5 минут. Но проверка стека занимает как минимум 4-5 минут. А то и до 8-10. В зависимости, на какой инстанс региона мы попадаем. Поэтому через 5 минут, если проверка не успела пройти, и ты увидишь, что система ругается, может быть, на самом деле проверка еще выполняется. Если так случилось, просто подожди минут 5. После того, как она закончится, можно попробовать снова нажать эту кнопку, и система покажет, что ты победил. Как ты можешь видеть, в первый раз ровно то же произошло со мной. Но в нашей истории будет счастливый конец. Я перезагрузил лабу, что ты можешь видеть по счетчику времени, и попал на более быстрый инстанс, который за 4 минуты все проверил, и как можешь видеть, все успешно. Повторюсь, если ты увидел, что сайт работает, значит ты все сделал верно. Ну а проверка это так, для самоуспокоения. И это все в этом демо. Увидимся в лекции.